Вознесение Исаии, апокриф 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 «Ничто из этого мира не может быть названо именем из мира нашего». И в ответ ангел сказал мне, «Ничто не может быть названо из-за его слабости, но ничто не скрыто для этого мира из дел, которые творятся там». И они пели и прославляли того, кто восседал на троне, и этот ангел был велик, более чем ангел второго неба. И вновь мой спутник вознес меня на четвертое небо. Расстояние от третьего неба до четвертого было больше, чем от второго до третьего. И я увидел трон и ангелов по правую руку и по левую. Но слава того, кто был на троне, оказалась более велика, чем у ангелов по правую руку. Их же справа превосходила славу тех, кто находился ниже. «И я вознесся на пятые небеса. И здесь я увидел бесчисленных ангелов и их славу. И их пение было более прекрасно, чем пение ангелов четвертого неба. И я изумился, созерцая подобное множество ангелов, выстроенных рядами, согласно различию их благости. Каждый, причем, каждый из них, имея собственную славу, восхвалял ее. Восхвалял его, который превыше всего, чье имя не открыто ничему плотскому, поскольку он даровал столь много славы ангелам, которые пребывают превыше всяких небес. Однако ангел сказал в ответ на мое изумление, «Почему ты поражаешься, что они не имеют одного и того же вида? Ты еще не видел неодолимой силы и тысячи, тысячи и тысячи ангелов. И после этого он поднял меня на воздух шестых небес. И я увидел там великую славу, которую я не видел на пятых небесах. И я видел ангелов в славе великой. И деяния сил небесных были прекрасными и превосходящими все увиденное ранее. Их пение было священным и прекрасным. И я сказал ангелу, направлявшему меня, «Что есть то, что я вижу, господин мой?» И он ответил мне, «Я не господин твой, но твой советчик». И он рассказал мне о шестом небе. Здесь нет ни трона, ни ангелов по левую руку от него. Но все здешние получают руководство от силы седьмого неба, где пребывает величайший сын Бога. И все эти небеса и его ангелы слушают его. И я был послан, чтобы привезти тебя сюда, чтобы ты мог увидеть эту славу и господина всех небес, и его ангелов, и сил. Поэтому я и говорю тебе, Исайя, ни один из тех, кто желает вернуться в тело того мира, не видел того, что видишь ты. И не способен увидеть то, что ты увидел. Ибо лишь твоим делом Господь определил вознесение сюда. И я восславил Господа гимном, поскольку я пребывал в его воле. И ангел сказал мне, когда ты вернешься отсюда по воле Отца, тогда ты получишь свое одеяние и станешь равен ангелам, которые на седьмых небесах. И он привел меня на шестые небеса, и там не было ни трона, ни ангелов по левую руку от него. Но все имело единый вид, и воспевало одну и ту же песнь. И мне было дано петь вместе с ними, и тот ангел, который был со мной, и я сам был и подобно их славе, и слава была одной. И они прославляли Отца всех, и Его возлюбленного Сына, и Духа Святого, и воспевали одним голосом, не тем, который был на пятых небесах, но другим голосом. И здесь был великий свет. И когда я был на шестых небесах, свет пятых казался мне тьмою. Я необычайно возрадовался и воспевал того, который даровал такую радость всем, кто получил его милость. И я умолял ангела, направлявши меня, больше никогда не возвращать меня в плотской мир. Более того, говорю я вам, здесь и пребывает в этом мире великая тьма. Но ангел, направляющий меня, сказал, «После того, как ты возрадовался этому свету, насколько же больше ты возрадуешься и придешь в восторг, когда ты увидишь свет седьмых небес, на которых восседает Небесный Отец и Его Единственный Сын, где лежат облачения и троны и венцы праведности. А что до твоей мольбы не возвращать тебя в тело, то еще не исполнилось время для твоего прихода сюда». И я очень опечалился, услышав эти слова. «И он вознес меня на воздух седьмых небес, и я слышал голос, говорящий мне, «Почему тот, кто желает жить во плоти, явился сюда?» И я очень был напуган и дрожал. И вот я услышал другой голос, говорящий, «Позволь ему войти, поскольку он достоин славы Божьей, ибо здесь его одеяние». И я спросил того ангела, который был со мной, «Кто тот, кто запретил мне, и кто тот, кто приказал войти?» И он отвечал мне, «Тот, кто запретил тебе, это ангел над ангелами, поющими на шестых небесах, а тот, кто повелел, Сын Божий, и его имя ты не сможешь услышать, пока не покинешь тело». Когда мы поднялись на седьмые небеса, я увидел там поразительный, неописуемый свет и бесчисленных ангелов. И я увидел неких праведников, которые, сбросив плотские одеяния, пребывали в небесных одеждах и находились в великой славе. Но они не восседали на своих тронах. Более того, над ними не было и их сияющих венцов. И я спросил того ангела, говоря, отчего они обрели свои одеяния, но не получили троны, и венцы славы. И он отвечал мне, «Они не получают их до того времени, пока Сын первым не принесет сюда эти троны и венцы, в те дни, когда он будет пребывать в облике, подобном твоему. И князь мира того наложит свои руки на Сына Божьего и убьет его, и повесит его на древо. И он убьет его, не зная, кто он такой. И он спустится в ад и опустошит его от всех теней. И он схватит князя смерти и лишит его знаков власти, разрушит все его силы, вознесется от труда на третий день, забрав собою неких праведников. И он пошлет своих проповедников по всему миру и вознесется на небеса. Тогда и эти получат свои троны и венцы. И после этих слов я сказала ему, «Вспомни, о чем я спрашивал тебя на первых небесах, покажи мне обещанное». И когда я обращался к нему, среди стоящих вокруг нас ангелов был один ангел более славный, чем тот, кто вел меня и чем все ангелы. И он показал мне книгу и открыл ее, дав ее мне. И я увидел то, что там написано. И это не было похоже на письмо нашего мира. И я читал ее. И послушайте, там были записаны дела Иерусалима. И все дела людские были отмечены там. И между ними были также и мои. И я увидел поистине, что никто из тех, кто пребывает в мире, не был вознесен на седьмые небеса. И я спросил ангела, кто тот, который превосходит всех ангелов своим сиянием. И он в ответ на мой вопрос сказал, «Это великий ангел Михаил, который постоянно молит о человеколюбии и смирении». И я видел многие одеяния, и троны, и венцы, лежащие там. И я сказал ангелу, для кого предназначены эти одеяния, и венцы, и троны? И он отвечал мне, «Многих из того мира ждут эти венцы, тех, кто верят в мире Ему, о которых я говорил уже тебе. И обернувшись, я увидел Господа в великой славе и был чрезвычайно испуган. И все праведники приближались к Нему и кланялись Ему, в один голос воспевая Его, и мой голос слился с их голосами. И Михаил, приблизившись к Нему, поклонился, и вместе с Ним все ангелы кланялись и пели. И я вновь преобразился и стал подобен ангелам. Тогда ангел, вознесший меня, сказал, «Поклонись Ему и воспой». И я поклонился Ему и воспел. И ангел, вознесший меня, сказал, «Он Господь всех слав, который ты видел». И я видел другого, славного более остальных, во всем схожего с Ним, и тех праведников, приближающихся к Нему и поклоняющихся Ему, и воспевавших, и я пел с ними, и я не преобразился в их облик. Эти ангелы пришли к Ним и поклонились Ему, и я кланялся Ему и воспел. Я увидел другого ангела посреди великой славы, и, приближаясь к Нему, я спросил своего вожатого, «Кто есть сей?» И тот отвечал мне, «Поклонись Ему, ибо это ангел Духа Святого, который вещает тебе и всем праведникам». Затем появилась иная слава, неописуемая и несказанная, на которую я не мог взирать открытыми глазами Духа Моего. Не мог и ангел, вознесший меня, ни кто-либо из ангелов, поклонявшихся Господу, которых я до этого видел. Но я узрел, что лишь славные праведники поклоняются славе Его. И мой Господь приблизился первым, и затем ангел Духа. И они поклонились Ему, и эти двое пели вместе. После все праведники поклонились Ему, и вместе с ними Михаил, и все ангелы кланялись и пели. Вслед за этим я услышал там голос и песнь, которую я слышал, поднимаясь над шестыми небесами, и слышал на седьмых небесах. И все прославляли того, чью славу я не мог видеть. И та песня шестых небес была не только слышна, но и видимо. И тот ангел сказал мне, «Он единственный, живой вечно, живущий в высшей вечности и покоящийся среди святых. Мы не можем вынести его имени и видеть того, кто восхваляется святым духом в устах святых и праведников». И после этого я слышал глаз вечности, говорящему Господу, сыну, поднимись и сойди со всех небес, и будь в мире, спустись до ангела, который в аду, измени себя до их облика. И ни ангелы, ни князи мира того не узнают тебя. И ты будешь судить князей мира того и ангелов, и тех правителей мира, ибо они отвергают меня и говорят, «Мы есть, и нет никого, кроме нас». После этого ты не изменишь облика своего, когда вознесешься на небеса в великой славе, и ты будешь сидеть по правую руку от меня. Тогда князья и силы, и все ангелы, и все эти качества княжества небес и земли, и низшие места поклонятся тебе. И я слышал великую славу, заповедовавшую моему Господу. Тогда Господь не зашел в седьмых небес, и опустился на шестые. И ангел, который вел меня, сказал, «Познай, и увидишь способ, которым он меня облик и нисходит». Когда те ангелы увидели его, они восхвалили и восславили его, ибо он не стал подобным им, и я пел вместе с ними. Когда он не зашел на пятые небеса, там он сразу же изменился в облик ангелов того места, и они не воспевали его, и не поклонялись ему, ибо он имел облик, подобный им. И он спустился на четвертые небеса, и явился пред ними в их форме, и они не воспевали его, и он имел их облик. Далее он пришел на третьи небеса, и на вторые, и на первые, изменяя свой облик на каждый из них. Поэтому тамошние ангелы не воспевали его и не поклонялись ему, ибо он являлся им в облике, подобном их облику. И он показал им их отличительное свойство, после чего он не зашел на небесный свод и явил там отличительное свойство обитателей небесного свода. И его облик был подобен их облику, и они не прославили его, и не восхвалили его. И он не зашел к ангелам, которые были в этом воздухе, как если бы он был один из них, и он не показывал им своих отличительных свойств, и они не воспевали его. После этого тот ангел сказал мне, «Знай Исаия, сына Муссов. Вот почему я был послан Богом показать тебе все это, ибо никто до тебя не видел, никто после тебя не увидит то, что ты видел и слышал. И я видел некого, похожего на сына человеческого, находящегося в мире, и они не узнали его. И я видел его возносящимся на небесный свод, и он не принимал своих отличительных свойств. И все ангелы, которые были на небесном сводом, от этого зрелища пришли в ужас, и поклонились ему, они говорили, «Как ты оказался среди нас, Господь, и мы не увидели царя славы!» И он, будучи восславлен еще более, вознесся на первые небеса, не меняя своего облика. Тогда все эти ангелы восхваляли и воспевали его, говоря, «Как ты прошел сквозь нас, Господь, и мы не видели и не поклонились тебе!» Так он вознесся на второе, на третье, на четвертое, на пятое, на шестое, на все небеса. И слава его возрастала, когда он вознесся на седьмые небеса. Все праведники пели ему, все ангелы и силы, которых я не мог видеть. Я видел прекрасного ангела, сидящего по левую руку от него, который говорил мне, «Этого достаточно для тебя, Исайя!» Ибо ты видел то, что не познал ни один сын плоти, чьи глаза не могут видеть, а уши не могут слышать. И не может это познать сердце человеческое, сколь благое Бог приготовил для всех, кто любит его. И он сказал мне, «Возвратись в свое одеяние до того времени, пока твои дни не будут исполнены, и тогда ты придешь сюда». Увидев все это, Исайя рассказал об этом стоящем вокруг него. И услышав об этих чудесах, все воспели и восславили Господа, который даровал людям такую благодать. И сказал он царю Изекии, «Исход этого мира и трудов мирских произойдет на последнем поколении. И он запретил им передавать эти слова детям Израилевым или сообщать им или каким-либо другим людям для записи. Но многое будет понято царем благодаря изречению пророков. И так пребывайте в Святом Духе с тем, чтобы вы могли обрести ваше одеяние и троны и венцы и славы, находящиеся на небесах. Затем он прекратил свою речь и покинул царя Изекии». Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok